Истории господина коллекционера Вот это да! Ты только что открыл для себя истории господина коллекционера. Малолитражный сборник рассказов от доктора Развлечудова. Даже господин Луна не в силах сдержать волнение. Прочитай их все, стань господином читателем. Первое. Господин Безголовый. Ой блин, ой блин, ой блин, ой блин. Меня зовут Джереми Адамс, мне 22, и за мной гонится чудовище. Я не знаю, что происходит. Я не знаю, как это вообще возможно и что мне сейчас делать. Эта хрень не отстает. Я бегу уже целых о... О боже, всего-то 15 минут, по ощущениям больше. Я выдохся, а оно не отстает. Я просто увидел этого парня в метро. Сейчас ночь. Нас в вагоне было только двое. Он выглядел странно. Немного серый и со стеклянными глазами. Еще было странным, что руки у него были как у негра или индуса вроде того. Мы вышли на одной остановке, и он наверное не видел куда шел. Потому что он наткнулся на меня, и его голова отпала. Я имею ввиду, так не бывает. А потом он встал и погнался за мной. Так, так не бывает. Как оно вообще меня преследует? У него же вроде и глаз нет. Дверь тоже заперта нет. Ну почему никто не забыл запереть дверь этим вечером? Пожалуйста, мне просто нужно уйти от этой херни. Ой, как она оказалась за моей спиной? Ой, ой, бля. Мусорники. Я хватаю один и бросаю его прямо в грудь той херне. Она шарахается и падает. Не буду проверять, как оно там. Бегу дальше. Спасибо, адреналин. А как тупик? Зачем тупик? Не надо здесь тупика. А мне же нужно бежать. Это не честно. Стенка, стенка, черт бы я побрал. Слишком высокая, слишком гладкая. Вот бы эта херня меня не нашла. Что есть под рукой? Ничего. Драться не получится. Но я постараюсь его стукнуть. А оно сильное. И толку никакого. Ой, лезвие. А, гораздо. Гораздо лучше. Та старая под конец даже слышала с трудом. Но это хороша. Молодая, здоровая. Прослужит несколько недель. Цвета, правда, не различает. Ну да ладно, хорошего понемножку. Посмотрим-ка. И достаточно сообразительная. Надеюсь, я не очень далеко ушел от дороги, пока за ним гнался. Господин Ред, я иду к тебе. Не терпится узнать, какие замечательные мысли я могу думать с такой головой. Номер два. Господин Звяк. Господин Звяк проснулся, как всегда, внезапно, и огляделся, моргая. Солнце было еще достаточно ярким за клочьями газовых облаков, а в отдалении сверкал великий город, яркий и свежий, как новая копеечка. Господин Звяк потянулся, чувствуя, как свободно вертятся шестеренки вдоль его позвоночника. Это был трудный выбор, но даже щелкающая жизнь по-прежнему жизнь. Ключ медленно повернулся, постукивая, как еще одно сердце, и прохладно напоминая, что он все-таки еще жив. Он пошел, улыбаясь идеально работающими шестеренками и неспешно проплывавшим мимо полям и деревцам. Даже если он предпринял какие-то сомнительные шаги, по крайней мере, он все еще был в состоянии продолжить свой путь. Прошло несколько часов, а до города оставалось еще далеко. Но господин Звяк не волновался. Он хорошо проводил время и был еще в состоянии наблюдать окрестности. Высокие горы и сверкающие озера купались в свежести, как будто он смотрел на них новыми глазами, что в некотором роде могло быть недалеко от истины. Но господин Звяк улыбнулся, подходя к высокому раскидистому дереву, прислонился к коре и стал смотреть на парящие и трепещущие листья. Бедный господин Ред, он никогда не сможет увидеть все это. Может быть, господин Звяк мог бы рассказать им об этом? Показать ему хотя бы малую толику этих чудес. Щелка не замедлялась и ослабевала по мере того, как успокаивался ключ. Так устал. Просто немножко отдохнуть, а потом в дорогу. Господин Звяк проснулся, как всегда, внезапно и испуганно огляделся. Туманно-никотиновое желтовое солнце догорало сквозь закопченные облака, заливая все вокруг туманным сумраком. Город маячил за порослью приземистых темных домов. Несколько маленьких садов и тонких деревьев выделялись в дымке. Господин Звяк потянулся, ощутив резкий щелчок, когда заработали шестеренки в его плечах и руках. Его хребет сильно затрещал, прежде чем выпрямиться. Ключ начал отбивать ритм щелкая, как метроном на военном марше. Он пошел, медленно чувствуя свои шаги и глядя на дома. Удивляясь, почему он выбрал такой путь, этот путь, эту идею. Толстые зубья, выступавшие из его спины, уловили дунувший из проволков и пробравший его до костей холодный ветерок. Прошло несколько часов, и вокруг него были разрушены окраины города. При виде истлевших грудь ржавого металла, господин Звяк немного поежился. «Где же сейчас солнце?» – подумал Симон. Время, казалось, пролетело, как медная пыль по улицам. Отовсюду глядела рассыпающаяся хрупкость и безвременная старость. Серебристые осколки были сполосованы сжавчиной и сажей. Лай больной собаки лишь на секунду нарушил тишину. Господин Звяк вздохнул. Чувствуя дрожь в груди, прислонился к разваливающемуся дверному проему. Господин Ред что-то говорил ему. Он не мог вспомнить, что именно. Господин Звяк заволновался. Его память, похоже, стала немного неясной. Там было дерево, серебро, что-то еще. Он так устал. Его механизмы дрожали и рывками заедали. Измученный он устал и сполз по двери. Глаза ощупывали дорогу. Господин Звяк проснулся, как всегда, внезапно. Искрежущий вздох вырвался из его уст, когда его глаза с треском открылись. Бесконечные стены и башни города маячили, как стенки каменной темницы. Немного поврежденные. Ошипящие газовые лампы были единственным источником света вдоль грязной неровной улицы. Господин Звяк потянулся. Застонав, когда маховики и винты отказались сцепляться, несколько раз промазав мимо выемок, прежде чем защелкнуться. Его дергающиеся непослушные руки с хрустом опустились, а грудной клапан, хрипя, сошелся с изъеденным ключом. Он медленно повернул голову, вздрагивая, когда промахивая шестерни, путаясь в том, куда он шел и почему он шел туда. Тонкая серая плоть на его лице и ногах выглядела обледеневшей, но виск суставов отвлек его от этого. Он едва обратил внимание на тонкую струйку черной жидкости, утекавшую из его ног, и продолжил свой ковыряющий марш. Прошло несколько часов, а он, казалось, с места не сдвинулся. Господина Звяка мучила калустрофобия. Бесконечные стены будто сдвигались после каждого шага. Господин Звяк побежал, дрожая и шатаясь, не зная времени и уверенной, что он опоздал. Куда опоздал? Он не мог вспомнить. Нити его мысли спутались, когда он увидел нечто, указывающее в его сторону. Вместо морды черный провал, покрытый шерстью. Господин Звяк растерялся. Его механизмы визжали и слепались глубоко в мозгу. Масляная желчь незаметно потекла изо рта, когда он запыхался. Господин Ред был? Господин Ред пришел. Он схлипнул одновременно со скользящим ключом, отказываясь оборачиваться на визжащий звук далеко позади. Господин Звяк споткнулся и упал, завязан в груди сочившегося мусора, и остался там лежать. Слишком уставший, чтобы двигаться. Его механизмы застопрились, издав беззвучный крик. Затем снова пошли свободно, только для того, чтобы снова застоприться мгновение спустя. Господин Звяк умолял, сам не зная о помощи или освобождении, чувствуя, как темнота сочится вверх из трещи на дороге. Господин Звяк проснулся, как всегда, внезапно, роняя пепельные слезы. Глаза медленно со щелчком раскрылись. Были глубокие сумерки. Раздувшееся, кипевшее солнце обрамляло панораму горящего мусора и полыхающего масла. Господин Звяк тонко вскрикнул, стараясь не заплакать, когда его ржавый дырявый каркас распрямился в визге, смёрзшихся болтов и клубах ржавчины. Он хотел стиснуть зубы от боли, но обнаружил, что нижней челюсти у него больше не было, а оголившиеся зубы высохли и истончились в густом воздухе. Стены города несокрушимой преградой стояли перед ним. Его путь назад был забыт. Его путь вперёд был запинающимся, медленным ковылянием среди шлака, горевших маслопроводов и перемешанного мусора. Вперёд! Его ноги заедали в изношенных суставах. Стальные стыки покрылись ржавчиной. Вперёд! Прошло несколько часов. Господин Звяк лежал, подёргиваясь и щёлкая на краю ямы. Наступила ночь, как склизкая простыня у души, взрение, мысли и дыхание промасленным брезентом. Время проползло по нему, подобно муравьям. Господин Звяк лежал, как неживой, постановая со скрипучим визгом, когда увидел жгучее солнце. Господин Ред ждал его. Но ждался в нём? Потерял? Ждал? Слушал? Слова были осколками, воткнувшимися и примерзшими среди его оголённых и трещащих шестерёнок. Искры шипели и метались. Приводной ремень натягивался и провисал. Воспоминание о дыхании превращалось в мучительные стонущие вздохи. Яма. Господин Звяк дёргался и извивался, пытаясь сесть. Но его глаза, остекленевшие, неподвижным пустым взглядом, уставились на медленно волнующуюся дорогу. Господин Звяк проснулся, как всегда, внезапно. Лишившиеся век глаза вперлись в пульсирующую стену. Чернота была полная, и всё же он видел. Его тело парализованная груда, шипело и визжало. Латунные сферы издевательски пялились из кучи винтов. Ржавчина гладала его, словно раковая опухоль. Вгрызалась крысами в его кожу, червями въедалась его нервы. Бесконечная чесотка, которой было даже нечем почесать. Дорога впереди и позади была затуманена. Застывшие глаза уставились на гноящуюся, изъявленную плоть на потолке. Он ненавидел мягкость над ним, он ненавидел капавшую и сочившуюся лёгкую больную жидкость, ненавидел гибкое, ненавидел силы, которая уже вышла за пределы чувств. Несколько часов спустя он рухнул, словно онемевший мёртвый камень. Упал на груду шипящего и плюющегося хлама. Темнота бросала вызов даже его вечным глазам. Расплывчатые холмы ржавого, крошащегося металла катались в море чёрного гноя. Господин Ред, господин Ред, Ред. В карающее бормотание вкрадывались визгливые нотки. Его забрали, отдали, это неправда, там было серебро, там было золото. Здесь одна ржавчина. Господин Звяк бушевал, деформировался, щёлкая и разваливаясь от гнева. Царапал в беспомощной ярости мясистый пол, пытаясь прорыть в нём, наконец, выход на дорогу. Господин Звяк проснулся, как всегда, внезапно и решил не открывать глаза. Номер три. Господин Деньги. Привет, меня зовут Господин Деньги. Не волнуйся, мне просто нужно с кем-то поговорить. А поскольку в этом автобусе есть только я и ты, то этим кем-то мог бы стать только ты. Я бы мог поговорить с водителем, но тут знак не делать этого. Видишь, водителя не беспокоить, поэтому я этого не делаю. А то весь автобус может разбиться и мне придётся идти пешком всю дорогу. Ты когда-нибудь ходил под таким дождём? Скажу я тебе, это очень холодно. Я просто посижу здесь и поговорю с тобой. С тобой. Ну, куда? Постой. Я хочу подружиться. Ну-ка вот, бери. Ну как? Мы теперь друзья. Да, это бриллиант, да, настоящий. Видишь ли, дружище, я знаю, как работает дружба. Слышишь меня? Как тебя, кстати, зовут? Ну, здравствуй, Дэйв. Приятно встретить такого смышлённого парня, как ты. Я раньше тусовался с одними ребятами. Тьфу, да ты не поверишь. Они не понимали, как работает дружба. Абсолютно не понимали. Не то, что ты, Дэйв. Я давал им доллары и центы, грёбаные бриллианты. Они называли меня снобом не более. Меня снобом, прикинь, Дэйв. Но вот ещё один бриллиант. Ты хороший друг, похоже, сможешь правильно его использовать. Не, ну серьёзно, я сноб? Не так-то просто добывать эти ценности, скажу я тебе. Банкнотами блевать норм, но они выходят легко. Даже с монетами нет ничего сложного. А вот с бриллиантами не так всё просто. Бриллиантами можно подавиться. У меня было несколько раз, скажу я тебе. Хорошо, что госпожа Сладость была там. А то бы мне был бы конец. Она всегда была очень добрая госпожа Сладость. Даже если она просто жалела меня. Просто, блин, жалела меня. Прекрати, блин, дёргаться, Дэйв. Нет, не уходи. Вот ещё один бриллиант. Пожалуйста, извини, что я разорался. Я не хотел. Наверное, от Рэда заразился. Он всегда орёт. Добавил мне проблем, что ещё скажешь. Что-что? Ну, Дэйв, это очень хороший вопрос. Но я, блин, не знаю. Почему я умею блевать деньгами? Так что, заблин, ткнись. Прости, вот тебе бриллиант, прости. Я расскажу тебе, что сам знаю. Потому что друзья делятся секретами. Мы же друзья, правда, Дэйв? Я должен знать, какие деньги я хочу выблевать. Я не могу сейчас тут тебе выплюнуть какую-то иену или типа того. Потому что я никогда не был в Азии. Я даже не знаю, как иена выглядит. Ты когда-нибудь был в Азии? Думаю, нет. Летать немного дорого. Но хватит обо мне. Куда ты направляешься? Что до меня, так я направляюсь, ну, не совсем знаю куда. Но доберусь я туда раньше этих говнюков, это точно. Говорят, мол, это не гонка на время. Но вот что я тебе скажу, Дэйв. Не бывает такого, чтобы была не гонка? Держи, бриллиант. Четыре. Господин ложь. Ненавижу тюрьму. Знаете, сколько раз я попадал в тюрьму с тех пор, как начал это путешествие? Двенадцать раз. Конечно, в итоге меня отпускали за не минимум доказательств. Но всё равно. Имел я в виду такие расклады. Серьёзно. Даже не потому, что стрёмно уродить мыло, суровое питание, охранники всегда меня колосят. Они всегда говорят, что я на них как-то не так смотрю. Сегодня шёл по улице, меня тормознули двое копов. Они забрали меня в ту группу, из которой свидетель должен был выбрать подозреваемого. Подозреваемого описали как азиата ростом 6 фунтов 2 дюйма. А я белый, 5 фунтов и 4 дюйма. И, конечно же, он выбрал меня. Потому что я вот такой подозрительный. Да я даже не знаю, как снять пистолет с предохранителя, не то что стрелять. Да и раньше было так. Все господа мне не доверяли. Однажды я принёс на кухню нож. Господин Луковица забился в угол и кричал. Я пытался успокоить его, но он довольно больно меня ударил. Сказал, что я над ним насмехался. А я всего лишь спросил, всё ли с ним в порядке. Только Рэд доверял мне. Ложь, сказал мне он однажды. Нравится мне твоя Харя. Надеюсь, когда-нибудь я снова увижу Рэда. Я слышал, что он может быть там, куда мы идём. Конечно, мне не удалось узнать ничего подробнее. Потому что при первой же возможности все убежали от меня со всех ног. Однажды ребёнок увидел меня на улице. Я махал ему рукой. А он решил, что я так дал сигнал притаившемуся снайперу. Само собой, разумеется, в следующую минуту за меня принялся его отец. Этот принял меня за педофила. Что за фильмы они позволяют смотреть детям, раз у них возникают такие идеи? Припоминаю, я видел однажды в Best Buy один фильм, где чувака подстрелил снайпер. Ну, естественно, после того, как продавцы меня увидели, они вызвали полицию. Один даже решил попробовать на мне свой чёрный пояс по тыквондо. Я упал, как мешок с кирпичами. Боже, как же ноги болят. Можно было бы попроситься переночевать в приют для бездомных, но последний раз, когда я пытался, меня приняли за наркодилера. Обыскали меня несколько раз. И даже сделали досмотр полостей. Наверное, просто просплю этой ночью на улице. Господин безумец. Этот проклятый ублюдок полосатый. Я только что слышал новость, он убил двух других. По крайней мере, это ещё не конец. Но, тем не менее. Конечно, доктор Развлечудов сделал. Полосатый никогда не мог ни хера подумать, пока сначала об этом не подумал Развлечудов. Или кто-то из Развлечудовых. Я грибу. Вообще, существует ли настоящий единственный доктор Развлечудов? Нам никогда ни хрена не говорили. Хотя полосатый всегда, по-моему, знал больше, чем следовало. Он и Ред. Проклятый сукин сын господин Ред. Всё было так хорошо, пока мы не добрались до края света. И тогда план развалился. У нас был план. Если бы другие уроды придерживались плана, у нас бы всё бы шло как по маслу. Но нет, они просто не могли. Подлецы, подонки. Извиняюсь. На чём я остановился? Тьфу. Проколы, Блядского Развлечудова. Вырубился от злости, когда я слишком зол. Я на некоторое время отрубаюсь. Само собой разумеется, это и происходит часто. И это меня тоже злит. Иногда из-за этого получается повторяющийся цикл. Разозлился, отрубился, разозлился, отрубился, господи. Господин Безумец меня зовут. Ага, очень смешно. Проштампованный и сшитый воедино, как и остальные. Был ли кто-то из нас человеком, настоящим человеком до этого, я не знаю. Был ли я? Я правда ни хера не знаю. Может быть, это всё какая-то больная шутка Развлечудова. Поверяет наши возможности. Некоторых из нас сдали этому, как его называют, фонду. Там толпа грёбанных мудаков. Они убили господина Луковицу. Вы в курсе? Безо всяких перемать причин. Счистили слои и подожгли их. Если фонд когда-нибудь доберётся до меня, ну скажем так, они выяснят, почему меня на самом деле нельзя злить. Это я пошутил. Понял? Господин Смех бы мной гордился. Особо гордился бы, если бы господин Рэд не... Тьфу. Меня бесит от одной мысли о нём. Этот сраный засранец злоебуч. Ладно, я опять потерялся. Господин Безумец действительно. Может быть. Свет был прав. Может быть. Именно поэтому Развлечудов со мной такой сделал. Сделала. Сделали. Ты слишком очевиден, сказал господин Свет. Ты парень, который злится, сверхчеловечески злится, даже если не можешь влиять на других людей. Ну, они недооценивают господина Безумца. Вы когда-нибудь слышали о том, как обычные люди поднимали автомобили, когда у них достаточно высоко подскакивал адреналин? Так я могу это сделать. Я могу сделать это, когда захочу. Раздражает ли меня, что я не стал чем-то более интересным, чем фитюлька маленький господин? Конечно же, это чертовски раздражает меня. Как вы думаете, что я чувствую? Хорошо, мне просто нужно сохранять спокойствие. Сохранять достаточно долго, чтобы сделать то, что мне нужно. Я не собираюсь ждать, пока они решатся действовать сообща. Я найду Реда сам. Я найду его и сделаю то, что он сделал с другими. Остальные боятся. Маленькие сыкливые недоноски. Вот они кто. Я тоже немного боюсь его. Ну, даже не немного, если честно. Но это никогда не мешало мне делать, черт побери, что угодно. И я уверен, что эта мать его так. Не помешает-то в этот раз. После всего, что он сделал. Если не только с госпожой сладостью, но и со всеми остальными. О, я его достану, да. Этот хренов сукин сын даже не поймет, что его убило. Интерлюдия. Здравствуйте, дети, закричал я от радости, оказавшись среди них. Какая прекрасная стайка детишек. Как вас зовут? Они хихикали. Мальчик посмотрел на меня. Я Томми. Мне шесть с половиной лет. Я ничего не боюсь. Ничего себе, Томми. Ты говоришь, как большой мальчик. Я подрастки засмеялся. Дети снова хихикнули. Знаешь какие-нибудь фокусы, Томми? Томми состроил постную мину и приставил костяшку одного большого пальца к другому, прикрыв место стыка указательным. Потом, не торопясь, выдвинул палец вперед. Дети дружно ахнули. Ух тышка. А я вот не умею отрывать себе пальцы. Но могу показать вам кое? Меня прервал чей-то крик. И кто-то вдруг подхватил Томми на руках. Все остальные дети испугались. Что ты делаешь, Томас? Отойди сейчас же от этой, от этого существа. И все остальные дети тоже. Ужаснейшая женщина ворвалась на сцену и унесла Томми. Дети разбежались. Томми заплакал, когда женщина унесла его прочь. Но мы с господином Букашкиным просто разговаривали. 6. Господин Полосатый. У меня очень длинные ногти. Очень длинные. Достаточно длинные, чтобы перекинуть их через каньон, если надо, когда я хочу. А еще длинные пальцы. Пальцы пианиста или душителя. Длинные и тонкие. Предназначены они, чтобы душить, а не играть на пианино. Я смеюсь и сам тому удивляюсь. Не так-то много в последние дни причин для смеха. Особенно с тех пор, как госпожа сладость отправилась в утиль. Мне нравилась когда-то госпожа сладость. Она была добра ко мне. Мало кто был ко мне добр. Считали меня второстепенным. Но она была добра ко всем. Не более. Мои ноги растягиваются, поднимая меня над лесистыми предгорьями. Длинные пальцы обвивают деревья и тащат меня за собой. Край в глаз я замечаю, как отмирают ветви, которых я хватался. Но это стало уже привычным. В конце концов, для этого я и создан. Убивать. Устранять. Уничтожать. Я исправляю ошибки, допущенные моим создателем. Все доедины. Списываю их по пути. Я почти закончил. Все 19. Я растягиваюсь и деформируюсь. Знаю, что я куда-то иду. Но не знаю, куда именно. То есть не так. Я знаю, куда. К ним. Ко всем ним. К одному за другим. Но сейчас они идут вместе. Идут близко друг к другу. Слишком близко. Интересно, будут ли господин Ред у нас с ним счеты? И у меня есть очень, очень длинные пальцы. Пальцы, предназначенные душить. Напоминаю я себе. Длинные пальцы. Очень длинные. Очень готовые. Готовые душить. Готовые выжимать жизнь из кого угодно. Из чего угодно. Чтобы исправить положение. Чтобы исправить все, что испортилось. Мы с господином Редом скоро расквитаемся. Номер 7. Господин... А он велел... Да-да. Я думаю, это меня вы искали. Я ждал вас, честно. О, пожалуйста, не садитесь там. Я спокойно с вами пойду. Но вы должны... Ну, во всяком случае, пожалуйста, не создавайте суеты, если вы собираетесь там сидеть. Я не очень хорошо справляюсь с стрессом. Да, у меня есть татуировка. И нет, я ее не покажу. Она у меня в таком месте, что было бы ужасно неловко показывать ее здесь на публике. А когда мне неловко... Короче, давайте просто забудем об этом сейчас. Потом посмотрите. Это скорее облегчение, честно. Я бродил здесь целую неделю. Было интересно, кто именно меня найдет. Мы слышали разные истории, знаете, про вас и про ГОК и про тот клуб, как его Маршал или кто-то там. Во всяком случае, я не думаю, что от этих групп будет мне какой-то прок. Итак, куда мы отправимся? Я понимаю, что вы не хотите объяснять в подробностях. Но хотелось бы иметь какое-то представление. Я не люблю сюрпризы. Они мне больше не нравятся. Простите, но не могли бы вы потушить сигарету? Нет, у меня не аст. Но я действительно чувствую, что будет лучше, если... Ну, это ваше здоровье. Поберегите его хотя бы все же. Ах да. Я не совсем уверен, что я покинул учреждение. Я проснулся в переулке. Возможно, меня преднамеренно освободили или похитили, или может... Ну, может, меня перевозили и не собрали технику безопасности. Бывает, и такое, знаете ли. А господин Ред там будет? Я не думаю, что хотел бы встретиться с господином Редом, если он там. Я считаю, никому это не принесет ничего хорошего. У вас нет воды? Немного. Мне слегка хочется пить. Ну, мне очень жаль. Мне немного жарко. Не могли бы вы сесть подальше? Не думаю, что сидеть здесь прямо хорошая идея. Еще и ваша сигарета не улучшает ситуацию. Слушай, я пытаюсь не создавать проблем, но... Ах ты боже мой, я снова это сделал. Такой хороший был молодой человек. О, привет. Вы были его другом? А, да, понимаю. Да, я пытался предупредить его. Как меня зовут? Господин Бензин. Рад познакомиться. Извините, что не подаю руки. Спасибо. Спасибо.